Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о тренировках здоровья и жизни. Сегодня я хочу поделиться с вами информацией о том, что я знаю о креатине. Все, что я знаю о креатине. Если вы думаете, что уже знаете абсолютно полностью эту добавку, и вам нечего узнать, скорее всего это не так, и я постараюсь в этом видео вам доказать. Потому что я очень давно использую эту добавку, и нашел для себя довольно новые интересные моменты, и хочу с вами поделиться. Вы узнаете, когда принимать эту добавку, зачем, какие вредные побочные эффекты у нее есть, кому нужно принимать, кому нельзя принимать. Все это узнаете в одном этом видосе, и погнали! Креатин, ребятушки, это одна из наиболее изученных добавок. Это добавка, которая реально работает. И в этом видео я буду говорить только о своем опыте. И информация, которую я мог узнать, и которую я проверил, и которую я проверил на себе, в общем-то. Поэтому я делюсь своим опытом, и расскажу о том, что точно 100% работает. Итак, креатин моногидрат. Это основная изученная форма, которая наиболее популярна на сегодняшний день на рынке. Но на самом деле существует около 14 видов креатина. И они реально очень разные по действию, по своим химическому составу. Но наиболее популярная это креатин моногидрат. Вот с нее я предлагаю вам и поговорить. С нее начать. Итак, эта добавка была изобретена еще в 1832 году в Швеции. То есть это уже очень-очень давно. И по сути она очень похожа на аминокислоту, но это не аминокислота. Это азот содержащая карбоновая кислота. Это молекула. Она присутствует в натуральном виде в пище. Была синтезирована из скелетных мышц. То есть она находится у нас в организме. Это естественная молекула. Давайте называть просто молекулой креатин. Которая находится в организме. Но она находится в очень маленьких количествах. Так вот, чтобы повысить ее количество, нам нужно и использовать креатин моногидрат. Своих тренировок для своей жизнедеятельности. То есть это добавка, которая реально дает результат. Если вы хотите ее получить в пище, это также возможно. Это в основном содержится в мясе. И ее название отчасти произошло от мяса. От слова мясо. Так вот, чтобы получить нужное количество креатина для каких-то реальных видимых результатов с едой, вам нужно будет съедать больше килограмма мяса ежедневно. Так как это не очень хорошо отразится на вашей почуверительной системе. Так как кишечник не способен такое количество мяса усваивать нормальное. Современного человека, по крайней мере. Что было раньше у наших предков под вопросом. Ну, есть мнение, что они усваивали гораздо большее количество мяса. И усваивали это более хорошо, чем мы сейчас делаем. Так вот, мы не об этом. В продуктах он содержится, но получить нужное количество его будет очень сложно. Зачем же нужно тогда принимать вообще креатин моногидрат? Зачем эта добавка? Эта добавка прежде всего нужна для того, чтобы повысить свои показатели силовые в тренажерном зале. То есть, она начинает работать только в определенных ситуациях, в определенном тренировочном режиме. Она, если вы не понимаете, как она работает, вы просто, скорее всего, будете и неправильно тренироваться с помощью этой добавки, и не получите должного эффекта. Эта добавка начинает работать в тренажерном зале, когда вы делаете довольно короткую интенсивную работу. Или же просто делаете короткую интенсивную мышечную работу в другой сфере. Например, вы спринтер. Вы хотите бегать быстро, короткие дистанции. И хотите повысить мощь своего спринта. Или, например, в тренажерном зале, если вы делаете обычно на 10-12 повторений, а именно в этом диапазоне и успевает включиться креатин. То есть, раньше он не включится на 3, например, 5, на 6. А если вы решили мышцу закислять, то есть, тренируясь, например, на 15-20-25 повторений, то вам креатин мало того, что не поможет в этом, так еще и будет мешать. Отсюда следует сразу же вывод. Если ты грамотно понимаешь, что такое креатин, креатин не нужно использовать, когда ты хочешь мышцу закислять. Потому что он способен сдерживать выделение молочной кислоты. То есть, он реально пампится на креатине простыми словами, не нужно. Еще постараюсь максимально простыми словами в этом видео все объяснить. По минимуму использовать какие-то непонятные термины. Потому что моя задача, чтобы вы это поняли, а не просто поумничать здесь посидеть. Есть для этого другие ресурсы, где уже умничают википедии и так далее. В учебнике. То есть, я более простыми словами попытаюсь с вами объяснить. Так, на пампинге использовать креатин я не рекомендую. То есть, если вы сидите на курсе креатина, например, в месяц, то в этот месяц лучше тренироваться, комбинируя периодизацию, конечно, как всегда. Но по минимуму делать пампинги. А больше стараться делать в этот месяц тренировок на примерно 8-6-15 повторений. То есть, примерно 30-40 секунд. Вот в этом диапазоне и выделяется креатин. Он выделяется, когда вы, например, если вы делаете без креатина 10 повторений до отказа, вот с определенным весом, на креатине вы сможете сделать, может быть, 1-2 еще повторения сверху. То есть, он реально помогает сделать вот эти последние разы, которые вы отказны, которые вы хотите доработать сами. Про отказы у меня есть видео, и я настоятельно рекомендую до отказа доходить только самому, без партнера. Я имею в виду в тех упражнениях, где тебе не нужно, чтобы кто-то страховал. То есть, тогда отказы должны быть сделаны самостоятельно. И вот в этот момент, когда ты сам доходишь до отказа, например, ты делаешь 10 раз, и без креатина ты бы, скорее всего, уже остановился, но с креатином ты сделаешь еще 1-2 повторения. Тем самым ты сможешь больше поработать на этой тренировке, потому что он помогает, он участвует в энергетическом обмене клетки и реально синтезируется больше молекул. АТФ, так называемый. То есть, это кислоты, которые способствуют тому, что энергия больше в клетке в этот момент. То есть, когда ты жмешь на 11-12 разу в этот момент, если у тебя есть креатина достаточным количеством в мышечных клетках, в мышцах, то тогда ты сделаешь реально больше работы. И это, блин, круто, это круто. И это реально работает, я проверил на себе это неоднократно. Креатином я использую уже, наверное, не знаю, года 3, это точно. Вот. Зачем еще? Эта добавка, так как эта добавка помогает лучше работать всем мышцам, она нужна для твоего сердца. Она реально помогает лучше работать сердцу. Были исследования, которые доказали, что это было просто открытие, что в работе сердца и в силе и в ударах участвует креатин. Это означает, что креатин помогает работать сердцу. Он его не увеличит до каких-то размеров непонятных, не носит тебе вреда. Он только помогает. Реально помогает работать сердцу. То есть, уже забудь про один миф по поводу сердца. Вот. Он увеличивает твой вес. И это одна из причин, почему я использую креатин. Дальше объясню еще, как это... Больше объясню, как это работает. Он увеличивает свой вес. Но увеличивает твой вес за счет того, что ты просто делаешь большую работу, соответственно, более гормональный высокий отклик идет от твоего организма. И креатин способствует тому, что ты выделяешь больше гормона роста, больше инсулиноподобного фактора роста, больше тестостерона. То есть, креатин способствует гормональному фону, повышает его. И это круто. Это еще одна из причин, почему я использую креатин в своих тренировках. То есть, повышает вес, повышает количество гормонов. И это то, что нам нужно. Тем, кто тренируется натурально, так особенно. Это просто наша добавка номер один. Сразу же немножко раз вступление. Я добился где-то 15 килограммов плюс. Натурально за один год тренировок. За один год плюс 15 килограмм. Даже 17. Потому что стартовал я 67-68 килограмм. И вот примерно до 85 мой вес за год вырос. Натурально. И я не стал жирным. Я использовал только одну добавку. Креатин. Уже после этого, как я набрал этот вес, я начал использовать протеин. Начал использовать самодельные гейнеры. Об этом у меня есть видео на канале. То есть, использовал только одну добавку и обычную еду. И больше ничего. То есть, все мифы, которые были связаны с тем, что обязательно нужен протеин, чтобы набрать массу или гейнер. Ну, я своим примером доказал, что это не так. Достаточно одного креатина. Просто креатин мне помог реально пробить плата весовое. Об этом я тоже расскажу дальше. Так вот. Выделение гормонов. Выделение воды. Почему в организме становится больше воды на креатине? Потому что креатин способствует тому, чтобы вода задерживалась в мышечной ткани. И она задерживается в клетках мышечных, внутри. Не так, когда ты напился много воды, допустим, ты много соли употребляешь, когда вода задерживается в тканях мышечных. То есть, она между клетками. Она под кожей, между клетками. Если у тебя много натрия в пище, если много соли, то вода будет, у тебя отеки будут. Это не отеки. От креатина это не отеки. От креатина реально мышцы становятся более гидротированные. В ней больше воды. И она из-за этого реально мощнее. Мышцы выглядят какие-то более округлые. Это просто реально чувствуется. Когда ты начинаешь пить креатин, ты реально видишь, как твои мышцы, они становятся как-то более округлыми. Они больше становятся. И ты чувствуешь, что ты стал мощнее Вот в этот момент тебе нужно тренироваться Мой результат примерно плюс 3 кг за месяц на креатине То есть это результат, который достигается с помощью набора веса И в том числе из-за задержки воды в клетке, внутри мышцы Мышечной клетки То есть называть это сухим набором веса неправильно, корней Да, креатин способствует тому, что ты набираешь вес за счет мышц А не за счет жира Но это не сухой набор Сухой набор, его нельзя называть сухим набором Потому что набирается с помощью воды А вот когда ты после курса креатина Выгнал эту лишнюю воду То есть она сама выходит, ничего для этого делать не нужно Слишняя вода немного уходит И можешь потерять где-то, если ты набрал 4 кг Даже 5 кг можно за месяц То есть где-то 4 у меня так и получалось набирать То примерно килограмм потом уходил и 3 оставалось со мной за месяц И блин, это классно Это помогает сдвинуть твой гомеостаз То есть что такое гомеостаз? Это постояство внутренней среды И зачем я применяю креатин? Чтобы с помощью этого сдвинуть свою весовую планку То есть я хочу, чтобы, например, если я весил сейчас 80 кг Я хочу за месяц выйти на плюс 4 кг Давайте плюс 3 сделаем хотя бы Плюс 3 кг за месяц Это просто реальные цифры 100 г в день примерно я набирал на креатине Когда использую курс креатина Кстати, это не работает каждый курс твой То есть ты, скорее всего, не каждый курс будешь набирать так хорошо вес Иногда нужно будет поиграться с дозами и понять, сколько тебе нужно в определенный момент Иногда ему нужно чуть больше дать, чуть меньше дать Дальше расскажу, сколько нужно Так вот, 3 кг за месяц Я ранее, допустим, никогда не весил 83 кг А я весил всегда максимум 80 С помощью креатина я повышаю этот уровень до 83 И мой организм, будучи в новом весе Понимает, что так, прикольно, я вешу уже больше Он начал весить больше, 83 кг веса И он не понимает, что это за то, что вода в клетках мышечных Он думает, что это реально твой вес Это не отеки Отеки бы он так не рассматривал Если ты просто воды напьешься, там, 5 литров за день И завтра 5 литров за день То ты реально водой наберешься и тяжелее станешь Но это не то Вот когда внутри, в мышечной ткани Задерживается вода Организм думает, что он реально стал больше весить И если ты побывал для себя в весе 83 кг То это приводит к тому, что организм уже к этому весу вернется легче В будущем Потому что гомеостаз это постоянство внутренней среды Он, организм всегда следит, чтобы ты не был слишком худым Чтобы ты не был слишком большим Ведь мы же не становимся в 1000 кг веса, понимаете? Есть система, которая в организме все это контролирует Чтобы вы были нормальны в рамках меняемых И он вам не дает выйти за этот гомеостаз Поэтому и нужны такие добавки, как креатин Который помогает пробить вот эту плату весовую Раз вы пробили на 3 кг На следующем курсе еще на 3 кг Через курс еще 3 кг Таким образом, постепенно, скачками Вы пробиваете эту плату весовую Тем самым, вы начинаете реально расти То есть, это увеличение веса Это то, что идет на креатин И это хорошее увеличение веса Которое, если ты хочешь стать больше и весить больше То это то, что реально тебе помогает быть больше, но полезным То есть, это не вредный способ Это не с помощью жира набирать вес, понимаете? Хотя жиром работает то же самое Если вы наберете жиром 90 кг когда-то хоть раз в своей жизни То ты всегда будешь к этому весу стремиться вернуться Организм, вернее, будет легче вернуться к этому весу И он, скажем так, если вы начнете плохо питаться То он просто к этому весу может вернуться И вы опять станете жирным А если вы никогда не весили 90, то не так просто пробить эту весовую плату Вот как работает креатин И это нужно понимать, вот эти побочные, не совсем очевидные вещи Которые нужно посмотреть с другой стороны на это все Как работает организм То есть, нужно понимать, что такое гомеостаз Что такое постоянство внутренней среды Кому? Кому нужно принимать? Принимать нужно тем, кто хочет набрать вес Тем, кто хочет скинуть вес И это разные подходы, скажем так Но ты должен понимать, что если ты хочешь набирать вес на креатине Ты должен употреблять много углеводов Так как креатин лучше усваиваться с углеводами Одновременно употребляя углеводы И если ты хочешь набирать вес на нем То ты просто больше кушаешь углеводов и кушаешь креатин Употребляешь эту добавку Ты реально будешь набирать вес С углеводами он работает просто отлично Если ты хочешь похудеть То тебе нужно ограничивать количество углеводов Тем самым это приводит к тому, что креатина тебе поможет набрать массу Но ты должен будешь следить, чтобы углеводов было не слишком много Потому что если ты худеешь и хочешь набирать сухую массу То тебе нужно не так много углеводов Тебе нужно наоборот, возможно, поднять количество белков И снизить количество углеводов Тогда ты будешь набирать не жир, а набирать будешь сухую массу Но один важный нюанс Если ты хочешь на нем похудеть, на креатине То тебе нужно привести свой организм в порядок для начала То есть ты не должен быть сейчас слишком много лишнего веса в тебе не должно быть И реально я бы советовал даже слишком много лишнего веса вообще креатин не использовать Сначала просто с помощью диеты, не диеты, а с помощью питания Приведи свой организм в порядок То есть стань в более-менее нормальном весе И потом набираешь вес с помощью креатина И не такого большого количества углеводов Потому что ты изначально склонен набирать больше жировую массу То есть это еще генетика разная может быть Если, допустим, мы говорим про ектоморфов Вот я к такому отношусь, да, виду, да, виду человека Так вот, мне для этого нужно больше углеводов И я знаю, что у меня, скорее всего, это все пойдет на прирост мышечной массы Без минимальным количеством жира То есть у меня такой метаболизм просто Если у тебя метаболизм замедленный То на креатине ты можешь сушиться Но, скорее всего, это будет сложновато вообще делать на креатине Разве что за счет того, что у тебя будут повышаться нагрузки тренажерного зала За счет того, что гормональный фон будет улучшаться Гормон роста тестостерон То, в принципе, на гормональном фоне оно реально способствует тому, что ты будешь сушиться Но при соблюдении нормальной диеты, питания Не надо слишком много углеводов тогда давать своему организму Ровно столько, чтобы ты все-таки худел То есть ты должен будешь не давать профицит углеводистый Не так много углеводов А ты должен их снизить, чтобы твой вес снижался за счет жира и повышался за счет мышц Это тема отдельного видео Я так просто в двух словах объяснил, как это нужно делать для тебя Скажем так, бонусом для тех, кто на нем сушится Кому еще можно применять? Этот креатин можно применять еще, например, детям Но что значит детям? Детям с 18 лет Ну, 18 лет это уже не дети То есть получается, что креатин в детском возрасте, прям в юном В принципе, его можно применять То есть он не должен нанести вреда Но так как были определенные исследования, которые говорят, что все-таки не нужно до полового созревания использовать креатин И вот просто даже, ну просто подумать логически, зачем тебе в этом возрасте использовать креатин Когда гормонов и так много до 18 лет Когда хватает просто твоего натурального фона Ты просто будешь расти и так отлично, как на дрожжах будешь расти Зачем тебе креатин? Чтобы вес быстрее набирать? Ну реально, тебе не нужен до 18 лет креатин После 18 лет попробуй Ну, это скажем так, если ты подросток, да, и смотришь мой видос То Твое решение Скажем так, если ты чувствуешь, что у тебя реально половое созревание уже прошло Ну вот, ты уже по себе видишь, что ты реально там щетина начала нормально расти, да Волосатый стал, голос стал более таким низким, да Возможно, это у тебя наступило уже в 16 лет, это половое созревание Тогда можешь в 16 лет уже начинать использовать креатин В принципе, можешь, почему нет? То есть, вреда от этого не будет Но раньше 16 лет Все-таки, я думаю, что не нужно Мое мнение, до 16 лет нет Нужно ли использовать девушкам, да Канал у нас мужской, а не женский Но если ты, допустим, хочешь своей девчонке что-то подсказать, да Своей подруге, которая ходит в зал Она у тебя спросит, а можно ли мне использовать креатин? Да, можно Она тоже может использовать креатин Так же самое, как любое существо живое Потому что у нее тоже есть в тканях креатин мышечный Но он на нее не действует так выраженно, как на тебе Потому что меньше мышц, соответственно, и меньше креатина способно удержаться в мышцах Так как креатин накапливается именно в мышцах И это значит, что девушкам, в принципе, это не так эффективно, как тебе, мужику Но она может его использовать для чего? Для того, чтобы становиться сильнее в зале, чтобы улучшать свои результаты И она тоже может на нем как и сушиться, так и набирать вес То есть по разным пожеланиям девушки Так же самое работает все, как и на тебе Просто не так выражено Если в возрасте, допустим, уже постарше, за 50 лет Можно ли применять креатин? Да, можно Нужно Более того, в этом возрасте он отлично работает Есть даже исследования, которые говорят, что наоборот, после 30-40 лет он начинает еще лучше работать креатин Чем раньше Возможно, потому что его просто фон какой-то снижается природный И организм хочет все-таки получать больше креатина Возможно Но после 70 лет его усваиваемость все-таки падает Поэтому это тоже были исследования на эту тему Поэтому да, можно применять Практически всем возрастам можно применять Но наиболее активно где-то, да вот в среднем возрасте это все-таки используется Там в 20 до 35 до 40 лет примерно в этом возрасте наиболее активно Но применять можно в любом возрасте Так, сколько нужно применять креатина? Какие дозы? У меня был опыт, когда я применял креатин и на мне он вообще не работал Есть такое мнение, что на некоторых людях он просто не работает Креатин моногидрат И это правда На тебе может не работать креатин моногидрат Если он на тебе не работает, я расскажу дальше, что нужно делать Так вот, на тебе еще нужно работать, потому что ты слишком мало его используешь Из-за того, что у тебя организм, допустим, природно у тебя высокий уровень креатина То, чтобы его почувствовать, тебе нужно чуть-чуть больше давать креатина Если у тебя слишком маленький природный уровень То, возможно, тебе будут работать меньшие порции Средняя доза, которую я рекомендую Это чайная ложка с горкой за раз Вот дневная порция, чайная ложка, не кофейная Чайная с горкой за раз Которую ты разводишь в воде С сахаром Одну-две чайные ложки И примерно 300 грамм воды И ты выпиваешь ее утром натощак Я это советую делать именно натощак После еды никогда этого не делай Из-за того, что он задерживает воду и в желудке, так же самое То это может реально быть тошнит Но у меня, друзей некоторых, на нем плохо становилось Поэтому не нужно его использовать после еды Используем только натощак Когда вот я использовал первый свой опыт с креатином Мне на нем вообще, на мне он не сработал Потому что я использовал, что-то я как-то сыконул И использовал мало его Я слабо изучил эту добавку Вообще, в основном неуверенность из-за того, что мало знаний Когда ты знаешь больше, ты понимаешь, что ты делаешь лучше Так вот, когда я больше изучил Я начал повышать дозы Но когда первый мой опыт с креатином Я использовал чуть меньше чайной ложки Вообще там, чуть ли не половину чайной ложки Ну вот так, блин, стремненько как-то мне было И вот я вообще не почувствовал Я подумал, ну значит он на мне не работает Потому что у меня от природы высокий уровень креатина Ну блин, я такой альфа-самец Сразу подумал, что у меня все просто слишком круто Все и так замечательно Зачем мне креатин еще? И я на долгое время, где-то год, наверное Я не использовал ее И я потерял это время Потому что она реально на мне работала Потому что через время, я когда больше знал об этой добавке Я начал использовать чайную ложку с горкой Такой иногда даже очень большой горкой чайной И он реально начал на мне работать, представляете? Просто из-за того, что я дозу сделал нормальную Но тут опять нужно оговориться Не нужно слишком много креатина использовать Если допустим это В среднем по граммам, если говорить Это 5-7 грамм за раз До 10 грамм за раз Порции больше 20 грамм Как вот на загрузке используются, например Не рекомендованы Были исследования, что они не делали вреда вообще никакого Такие порции Но были исследования, которые говорили Что все-таки могут быть побочки на почке, например Дальше об этом расскажу То есть, высокие дозы креатина Они, во-первых, большая вероятность Что ты просто не усвоишь И он уйдет в туалет с выделительной системой Потому что включается гомниостаз И все это контролируется И выводятся лишние остатки Это и есть контроль твоего постоянства внутренней среды То есть, организм не будет усваивать 100 грамм за раз креатина Так же самое, как и протеина Любые вещества, которые попадают в организм Организм их контролирует На нормальное соотношение в организме То есть, если стало его больше, чем нужно Организм просто сразу же в туалет Так все работает в организме И это нужно понимать Так вот, если ты начинаешь принимать креатин Не надо высокими дозами Я не рекомендую вообще делать фазы загрузки Ну зачем? Просто ты понимаешь, что если ты используешь креатин моногидрат То примерно первую неделю ты не будешь особо результата видеть в зале Примерно через неделю только начинается, скажем так, загрузка Проходит естественная креатина При одной чайной ложке в день Больше не нужно С горкой Хорошей горкой И примерно за неделю ты его и так почувствуешь То есть, в целом у тебя курс может длиться 30-40 дней на креатине И это нормально И потом ты месяц отдыхаешь То есть, месяц ты не используешь креатин Опять же, чтобы организм не отвыкал Пользоваться собственным креатином Но, опять же, были исследования Которые говорят, что Даже если целый год принимать креатин То не будет никаких побочек И после года ты забросишь креатин принимать Организм все равно нормально будет использовать свой собственный креатин Было такое исследование, которое говорило, что это не имеет значения И можно на креатине сидеть постоянно Ну, как хочешь Мое мнение Мое мнение Что все-таки нужно делать паузы Причем паузы очень часто нужно делать вообще Во всем, что ты принимаешь Это может быть даже протеин Делай паузу с протеином Это может быть мед даже Делай паузу, если ты мед ешь Месяц мед, месяц мед ешь, месяц не ешь мед То есть вообще все нужно чередовать свою жизнь Так же самое, как и питание Все это какие-то базовые законы Просто, не знаю, существования Не нужно постоянно что-то Постоянно что-то употреблять одно Нужно постоянно чередовать Так же самое, как и тренировка Но, заметьте, мы почти все чередуем в своей жизни И это нужно делать так Это, я считаю, более естественно Ну, мое мнение просто Так вот, в дни тренировок Когда у тебя тренировка с трения Ты приходишь и сразу же принимаешь креатин Пришел, развел сахаром Одну-две чайные ложки И выпил с водой креатин Я сейчас сделаю с протеином Если, допустим, я пришел с тренировки И мне нет времени нормально поесть То я использую с креатином С самодельным гейнером И добавляю туда порцию креатина Сахара Выпиваю такой коктейль И убегаю на работу Уже потом полноценно ем через несколько часов Если это утром Сейчас я так использую То я встаю Делаю себе протеиновый коктейль Сразу же после пробуждения Буквально в течение 15 минут Где-то на 400 грамм воды Я развожу протеины Я бросаю туда чайную ложку с горкой креатина И сахара И выпиваю это все Отлично все усваивается С помощью сахара Он лучше попадает в клетки Клетки-мишень Туда, куда он и стремится попасть Мышцы То есть это как просто транспорт Твоего креатина в нужные места В дни тренировок Я советую использовать два раза креатин В обычные дни по одному разу в день Этого достаточно Реально я на себе проверил Это работает Больше? Ну нет смысла Серьезно Вот такая схема приема Имеет место быть И она проверена Она рабочая И не надо больше Хоть креатин и не даровой Ну зачем больше? Просто нет смысла Самое главное О чем я хочу сегодня поговорить Это о вреде И побочных эффектах креатина Все говорят, что у него нет побочек Это неправильно Это неправда Вы просто не под тем углом смотрите на это все На прием креатина Да, прямых побочек у него нету То есть это не так, как ты съел таблетки какие-то вредные И тут же у тебя появились побочные эффекты Там одышка Учищение сердцебиения Что-то с почками Еще что-то Нет, такого реального креатина нет То есть это 100% безопасная добавка Она естественная Креатин моногидрайт Это естественная добавка И она реально Она реально напрямую ничего тебе не делает Но есть Не скажем так, это не вред Это побочные эффекты Вот это чуть-чуть другое уже Так, в чем же побочка? Самая основная побочка креатина Это то, что это именно моногидрат То, что ты набираешь вес Да, если ты эктоморф Если ты по природе с тобой тяжело набираешь массу Вот как и я, допустим Я просто всегда был худощавым, постоянно Так вот, если ты хочешь набрать вес И ты знаешь, что твой организм в принципе Не набирает лишнего веса То есть ты скорее всего все равно будешь в норме С собой находиться И ты знаешь четко к какой-то цели весовой идешь То есть это не какие-то феноменальные цифры Ты в нормальных все равно весовых рамках остаешь Если ты набираешь вес Если ты суховат по природе Креатин для тебя просто находка Но Это и есть побочный эффект Ты набираешь вес Если ты побывал Я уже объяснил это, как это работает Если ты побывал для себя в новом весе Теперь твой организм всегда Это на всю жизнь уже будет Он к этому весу будет быстрее возвращаться Если ты, допустим, решишь похудеть Ну, если ты эктоморф, то вряд ли решишь похудеть Ну, вдруг ты решишь, я не знаю Я не худею, допустим Если ты захочешь похудеть А ты склонен к лишнему набору веса Ты, допустим, мужику, у которого, наоборот Есть склонность к лишнему весу Так вот, на креатине Если ты наберешь веса больше, чем ты когда-либо весил Даже если ты жирным весом меньше Если ты с помощью креатина наберешь веса Допустим, 3 или 4 килограмма И так с каждым курсом ты, опять же, будешь набирать вес И в какой-то момент ты даже станешь весе больше, чем когда ты был жирный То есть, ну, ты мог быть жирным при весе, например, там 80 килограмм Я видел людей с весом 80 килограмм Которые жирные Которые примерно, как я, ростом Там чуть ниже, может быть Просто потому, что мышцы, они более тяжелые И, соответственно, если у тебя жир То этот жир распределяется на тебе Его много Так вот, когда ты начинаешь набирать мышцы С помощью креатина, да Или какие-то другие способы Ты начинаешь Ты будешь тяжелее При меньшем объеме И вот когда ты начнешь весить Допустим, уже 85 килограмм, да То есть, ты перевалил за тот вес, который когда-то был жирным Но ты стал накачанным У тебя стали мышцы на теле появились Организмы по барабану Мышцы это или жир Если ты весишь 85 Если ты поднял с помощью креатина Вот эту рамку То это и есть побочный эффект Если ты, запустив, забросишь тренировки Если ты это не сделал своим образом жизни Если ты временно хочешь себя привести в порядок Ты себе сдвинешь эти рамки А может быть, не нужно этого делать Чтобы не весить так много для тебя Возможно, тебе нужно тренироваться И пытаться сдерживать свой вес все равно Не расти слишком сильно Понимаешь? Не слишком большим становиться Это касается любых способов Особенно пацанов, которые на фарме сидят Если они вырастают с помощью фармакологии До 120 килограмм То, ребята, это уже на всю жизнь Посмотрите на американских бодибилдеров Посмотрите на тех, на профи вообще Которые завязались тренировками Которые из-за травм перестали тренироваться Или по каким-то другим причинам Во что они превращаются? Вот просто честно посмотрите на это все Какими они становятся? Они становятся жирными Реально жирными И это побочка, которая касается креатина моногидрата И это нужно четко понимать Если у тебя есть колонность к набору лишнего веса Ты должен это учитывать Гомеостаз Почитай больше, что такое гомеостаз Ты разберешься лучше в этой теме Теперь почки Если ты используешь креатин Ты обязан пить много воды 30 грамм на каждый килограмм веса И это касается чистой воды Это не супы Это не борщи Это не чайок и кофеек Это чистая вода, которую ты должен потреблять Чтобы организм нормально Все обменные процессы проходили Тогда он будет выводить все, что ему лишнее И также, если ты еще сидишь на протеине То это тоже требует больше белка Белковая пища вообще требует много воды И все это нужно, чтобы просто твои почки нормально работали Они у тебя не отвалятся У меня все отлично с почками Я делал УЗИ почек, печени Всех этих внутренних органов Которые связаны с желудком Поджелудочной железы Селезенки Есть такое УЗИ, которое так и называется УЗИ ЖКТ Желудочно-кишечного тракта Пойди сделай сегодня УЗИ Убедись, что у тебя там все в порядке Что ты можешь нормально применять креатин То есть у тебя нет проблем какими-то с почками Ты должен убедиться, что ты здоров Ключевой момент, когда говорят, что нет побочек Имеется в виду, что ты здоров Если у тебя что-то где-то уже нарушено Если есть какие-то проблемы с почками Если, не дай бог, у тебя какая-то почечная недостаточность Может, есть склонность к этому, почечная недостаточность Если у тебя какие-то были проблемы с почками То ты должен сказать стоп Об этом сильно не пишется часто на коробочке с креатином Ты должен пойти к врачу И сделать УЗИ ЖКТ Проговорить с ним, нормально ли это все с почками Можешь не говорить ему про креатин Просто спроси, у тебя все нормально с почками? Тебе должны ответить, да, у тебя с почками все ок Все, тогда ты можешь применять эту добавку Но ты должен понимать, это побочные эффекты И они реально существуют Так, по поводу кофе и креатина Так как есть вопросы, они скорее всего возникнут Если я не скажу об этом Кофе и креатин, они друг другу не мешают Но не помогают То есть, кофеин не способствует тому, что креатин перестает работать Нет, это не так Просто они чуть-чуть разнонаправленного воздействия Если креатин стремится воду удержать в клетке мышечной То кофеин, если его много в организме То он эту воду выводит Выводит тоже, опять же, с помощью выделительной системы То есть, это все способствует тому, что если ты, допустим, мало еще пьешь воды И много кофе И с креатином Все это способствует тому, что воды в организме опять же становится мало Потому что кофе его выводит, а креатин задержал его в клетках Тебе нужно тогда пить невероятно количество воды, чтобы это погасить И нужно пить, это может до 5 литров доходить А такое количество воды тоже может быть нагрузка на печень, ну и на почки Поэтому, если ты на креатине, пить кофе можно Я пью кофе постоянно с креатином Я вообще обожаю кофе Я давно уже пью и тоже пью его утром и креатин утром Но ты должен понимать, что должно просто пройти время Если ты выпил утром креатин натощак То потом ты только поел минут через 40, допустим, да Через 50 минут, час поел После этого кофе можно пить после еды тоже где-то через полчаса, через час Потому что так рекомендуется пить кофе Вот тебе бонусом еще такая информация То есть, получается, что ты уже прошло 2 часа примерно с тех пор, как ты выпил креатин И он уже находится в клетках Там, где ему нужно находиться То есть, никак не повлияет на него в этот момент кофеин Если ты потом выпил через час после еды кофе свой один утренний И, возможно, еще один днем То есть, одну-две чашки я советую использовать кофе на курсе креатина Лучше одну, ну, предел две И просто в разное время используй Не одновременно с креатином Не надо запивать тут же креатин кофеином Кофе, да Потому что тогда это будет хуже работать Вот ключевые моменты по поводу кофе И все, просто нужно пить больше воды Все будет отлично работать и оно никак не будет влиять Креатин и алкоголь Блин, ну какой алкоголь, ребята? Не надо То есть, на креатине, если у тебя курс креатина Никакого алкоголя вообще не должно быть Да, там, если я все понимаю Бывают разные ситуации Допустим, все-таки Ты выпил, допустим, свой бокал пива, да? Если ты все-таки выпил этот бокал пива То хотя бы выпей светлого пива И выпей Ну, не одновременно, опять же, с креатином То есть, если креатин был утром, а пиво будет вечером Если ты нормальной массы человек То есть, у тебя нормальная масса, ты не слишком худючий То это пиво практически не попадает вообще у тебя в кровь То есть, там минимальное количество попадает Потому что очень много расщепляется ферментами в желудке Отсюда следует, что алкоголь в минимальных количествах На кровь вообще особо не влияет Это касается одного бокала пива Даже можешь 0,3 пива выпить Если тебе хватит столько алкоголя, ну пожалуйста Если ты решишь реально нормально где-то там на день рождения сходить на свадьбу Нет Лучше вообще, если ты решил тренироваться Лучше вообще не использовать алкоголь Потому что алкоголь тормозит выработку тестостерона и гормонов То есть, это реально тормозит твой прогрессор в жирном зале С алкоголем не получится тренироваться нормально, никак Возможно, я запишу на эту тему отдельное видео Но вот в двух словах моё мнение ты уже услышал Ещё Вы уже понимаете, что используя креатин Вы нуждаетесь в большем количестве воды А это значит, что если, например, сейчас на дворе лето за окно А вот сейчас уже приближается лето Я именно сейчас это видео и хотел записать, чтобы летом вы лучше понимали Летом, когда организм теряет воду Очень сильно теряет воду Обезвоживание наступает очень легко То использование креатина моногидрата Всё-таки не оправдывает свои плюсы Потому что это излишняя будет нагрузка на твои почки Я рекомендую, и я так делаю Креатин моногидрат летом не используют Вообще не используют Если ты живёшь реально в широтах, где жарко летом Где много воды выходит с потом То Ты, скорее всего, подсушишься естественным путём Ты станешь меньше весить Это естественно Ты должен стать меньше весить Но Компенсировать эти потери воды очень сложно летом Кровь становится более густая Тренироваться нужно меньше летом И пить больше воды Максимально пытаться больше воды Добавляя туда лайфхак тебе Чуть-чуть соли Немножко чуть-чуть соли на литр Там щепотку соли буквально Бросаешь в эту воду И летом пьёшь такую воду Чтобы поддерживать уровень воды в организме Как раз-таки задерживать её Если Теоретически Если ты не сильно жарко в твоём городе летом Если ты делаешь так, как я сказал С водой пьёшь Нормальное количество воды Это где-то 4 литра в день Это где-то может быть 40 грамм воды На 40 грамм воды на килограмм вес То есть это повышено Не 30, как я говорил А уже 40 грамм на трусе То Ты можешь использовать креатиномоногидрат Но Всё-таки не рекомендовано Но если у тебя в городе прохладно летом И ты уверен, что ты не теряешь много воды Или ты работаешь постоянно под кондиором Или же у тебя в тренажёном зале достаточно прохладно Если ты реально замечаешь, что ты не теряешь много воды Можешь попробовать креатиномоногидрат Я так не делаю Но Как я и обещал Расскажу ещё интересную штуку О креатине Я вам говорил в начале видео, что существует около 14 видов Так вот Учёные уже доказали Креатин работает на всех Абсолютно на всех живых существах Если на вас не сработал креатиномоногидрат Возможно, вам нужно просто попробовать другие его формы Я сейчас говорю о креатине гидрохлориде Креатин гидрохлорид Его довольно сложно достать почему-то По непонятным причинам Я только недавно первый раз купил эту биодобавку Под подтверждение тому слов Вот такая вот при натяжке Креатина гидрохлорид HCL Такие обозначения на нём Это какой-то европейский продукт Это не реклама Это просто То, что мне попалось Всё Первая попавшаяся европейская Европейская производительная продукция Я думаю, что работать будет 100% Но Смотри, о чём прикольчик Я его не использовал в своей практике Креатиногидрохлорид Я ещё ни разу его не ел Об этом, именно о креатиногидрохлориде Мой отзыв будет через Где-то, я думаю, через месяц я дам Потому что я планирую Закончить курс креатина моногидрата Сделать неделю перерыва Примерно после мая Неделя перерыва И потом 20 дней на нём То есть к концу июня Я обещаю записать видео О своём отзыве к креатиногидрохлориде Сейчас же я поделюсь информацией Которую я знаю на данный момент Которую ты можешь уже использовать В этот месяц Но Это не мой практический опыт Это то, что я просто узнал о нём информацию Это теория Я стараюсь давать только практику Но сейчас это оправдано Чтобы ты Дать тебе этот способ Чтобы ты узнал Это как Дополнение к этому видео о креатине Так как видео всё о креатине А не всё о креатине моногидрате Я тебе расскажу ещё об этой добавке Её случайно изобрели Просто в лаборатории В ходе экспериментов Хотели сделать одну добавку Сделали случайно другую Сделали креатиногидрохлорид Он более мощный Он примерно 8-9 раз мощнее Чем креатин моногидрата И он где-то примерно в 40 раз Лучше растворяется в воде Чем креатин моногидрата То есть мы сравниваем сейчас его с креатином Моногидратом Вот Вот эта растворимость И то, что он более мощный То есть он практически Неизменяемом виде попадает в мышцы Его преобразовывать организм практически не нужно То есть примерно 99% усвояемости И Очень-очень важно Что его нужно меньше использовать И что ключевой фактор Просто вот сейчас Очень важную штуку Очень важную штуку Он скажу Он не задерживает жидкость Он не задерживает жидкость в мышце В клетке То есть по идее Ты не будешь на нем настолько Выпуклые Округлые формы Получать По идее Ты не будешь на нем так набирать веса за счет воды, а будет реальный прирост за счет того, что ты просто стал сильнее, больше веса в зале, больше гормональный отклик, и за счет этого будет расти вес. То есть это все-таки более правильный рост веса, чем на креатин, моногидрате. И что отсюда следует? Если я тебе уже сказал, если ты, допустим, склонен к полноте, склонен к набору лишнего веса, то креатин, гидрохлорид, возможно, будет твоей находкой, тем выходом, который ты можешь использовать, чтобы не набрать лишний вес именно за счет просто воды, а не мышц. За счет воды в клетке. Ты можешь использовать креатин, гидрохлорид, и использовать его можно летом, так как он не вызывает вот таких задержек воды. То есть это меньше нагрузка на почки. Это вообще меньше побочных эффектов вот с этим связано, то, что я рассказал. То есть пока, в теории, я в нем вообще не вижу побочных эффектов. Реально вообще никаких я не вижу побочек в нем. Но эта добавка слабо изучена. Реально очень слабая информация. Я искал, я кучу сайтов на английском языке промониторил, на русском языке. И ее применяют везде. Все говорят, что реально есть от нее хороший результат. То есть реально люди, реально есть результат. Очень хороший. Но исследований, вот почему-то никто не заморочился особо. Есть какие-то непонятные моменты по поводу того, что почему так мало его изучают. Может быть это какой-то просто из-за денег какой-то вопрос. Может это какой-то вопрос просто бизнеса. Я не знаю. То есть его не исследуют. Обычные исследования проводят компании каких-то коммерческих целей все-таки. То есть компания хочет начинать его продавать, она начинает его исследовать. Обычно исследуется все в Америке, потому что там есть Бабкин исследование. Но практика говорит других людей Практика говорит то, что я посчитал на форумах То, что я, опять же, на американских форумах сидел На английских сайтах, на американских сайтах Разных источников И реально есть результат на нем Я расскажу, если на нем мое мнение Сработало ли на мне через месяц Вы следите за моими видосами Вы увидите такой видос, мой опыт Что я вам расскажу То, что можно делать меньше дозы Это реально очень круто И то, что нет гидротации, вот это лишнее воды Это позволяет использовать его летом, не нагружая почки И это круто Это вот выход, что можно делать летом И я сейчас как раз и попробую в начале лета Потренироваться на креатин гидрохлориде По поводу доз, да Давайте я расскажу Вот смотрите, такая баночка Там капсулы Здесь написано, здесь написано на коробке Что здесь 60 капсул, примерно 20 порций То есть, посмотрите, какая она тонкая вообще Она очень тонкая Они там очень маленькие дозы И 60 капсул, 20 порций Означает, что мне нужно принимать по 3 капсулы в день Опять же, это нужно делать утром Нужно делать сахарком, запивать сладкой водичкой Или с сладким соком Ну, я все-таки сторонник, что лучше запивать сладкой водичкой, а не соками Просто, чтобы была среда максимально естественная в желудке А не с какой-то кислотой, например, из апельсинового сока Запили сладкой водичкой и все Одна порция, это 3 капсулы гидрохлорида И важный нюанс гидрохлорида, что его не нужно употреблять больше в дни тренировок Нет, ты просто используешь по 3 капсулы в день И этого в теории должно быть достаточно Так это или нет Чтобы мои слова были подтверждены практикой Так это или нет Я расскажу позже, как пообещал Также важным отличием креатиногидрохлорида от креатиномоногидрада Является то, что креатиногидрохлорид это неестественная форма креатина Креатиномоногидрад более естественно себя ведет То есть это более естественная форма его Которая, возможно, не так хорошо в организме усваивается и растворяется То есть вы заметите даже, что Когда вы разводите в водичке порошок креатина, моногидрада То он не сильно хорошо растворяется И так и должно быть Вот гидрохлорид растворяется лучше Но это не такая естественная форма, как моногидрат Да, ребятки, по поводу форм креатина В порошке или в жидкости В каком виде брать креатин, покупать? Я рекомендую использовать И были исследования проведены, которые говорят, что креатин лучше усваиваться все-таки в порошковом виде И тому аргументы следующие Если креатин уже растворен в воде То он теряет свои свойства просто из-за того, что он растворен в воде Соответственно, лучше растворить его и выпить сейчас же То есть выпивать его нужно моментально Растворил в воде и выпил Съесть в порошок и запить водой И у тебя не получится, это неудобно Если у тебя порошок в капсулах Он просто будет более дорогой И все В капсулах вообще самый лучший вариант, на мой взгляд Креатин, который в капсулах Самый лучший вариант Выпивай его и запивай водой Он в желудке растворится Эта капсула просто растворится в желудке И все будет хорошо В желудке достаточное количество воды, чтобы вообще усваивать нормальный креатин моногидрат То есть по поводу растворимости Ну Гидрохлорид, да, это преимущество, что он растворяется лучше Но Моногидрат тоже растворится нормально Он тоже работает Просто для разных случаев Для разных людей Если на тебе не сработал креатин моногидрат Возможно на тебе сработает креатин гидрохлорид А скорее всего, что 100% сработает То есть не существует людей, на которых не работает креатин Ты тоже должен выбрать для себя правильную форму Вот это и может быть гидрохлорид Может быть твоим выходом в ситуацию Если реально на тебе почему-то не работает моногидрат Использование в таблетках моногидраты тоже имеет место быть Почему нет? Используй в таблетках, но не в жидком виде То есть я не рекомендую в жидком виде Я никогда его не использую в жидком виде и не собираюсь Зачем, если работают нормальные парашки? Вот, ребятушки Видео нельзя сделать коротким при креатин Потому что вы не поймете, как это работает цельно Вам нужна цельная информация в одном видео Не посмотреть, допустим, 10 роликов по 5 минут И все равно будет в голове бардак, понимаете? Ты потратишь столько же времени, но ты вопросов не узнаешь Поэтому я специально пошел на то, что рассказал вам все в одном видео В видео я вижу, что оно заняло уже почти 50 минут, 46 минут После монтажа там будет столько же примерно Потому что я записываю все с одного дубля И вживую я рассказываю то, что знаю Это не... Я готовлюсь к видосам, но это, скажем так, информация Которая всегда моя практическая информация Я просто хорошо разбираюсь в этом вопросе Много информации в свое время я просто изучил Все! Спасибо, что посмотрели Понравилось? Ну тогда ставьте там пальчики вверх Подписки Ну все, что нужно, вы знаете, да? Нужно делать В ближайшее время будут очень интересные видосы И следите за обновлениями Все, ребята, берегите себя Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok